В свете последних событий, связанных с рядом МОПов, представленных, увы, не к наградам, а к банкротству, депутаты решили выяснить, что же происходит все-таки в Артемовском районе и как с этим бороться. В ходе совместного заседания постоянных комиссий народные избранники встретились с руководителями муниципальных предприятий. Стоит отметить, для некоторых известие о банкротстве стало пренеприятнейшей новостью. МОП «Цветы», доходную деятельность которого составляет розничная торговля и сдача в аренду площадей. Работает стабильно, убытков не несет. Но все-таки попало под молот банкротство главы. Скажите, пожалуйста, основные доходы по своему предприятию? 4 миллиона – это… 4 миллиона 400 тысяч – это розница, и 2 300 – это арендная плата. То есть вот на двух киосках вы зарабатываете 4 миллиона? На двух киосках и магазин «Планета». А, ну «Планета» магазин – это все. Тогда в связи с чем происходит ликвидация вашего предприятия? Ну, я это не могу сказать. Я не видел распоряженные предприятия. В соответствии с федеральным законом 131-м, значит, полномочия о вида деятельности у данного МОПа – это основной вид деятельности растеневодства и, значит, вспомогательные виды деятельности торговля, что противоречит федеральному закону 131-му. Сейчас, значит, есть рекомендация, была в заседании ВПС, было, значит, губернатором озвучено, что сети предприятий, организации, которые не соответствуют профильному, значит, виду деятельности, значит, ликвидировать, а все имущество отключить в программу приватизации. Депутатами было отмечено, что банкротить предприятие, приносящее прибыль для Артемовского, где существует нехватка рабочих мест, где муниципальный бюджет состоит большей частью из дотации области – просто нонсенс. Мы рубим сок, на котором сидим, или закрываем предприятие, которое несет золотые яйца. Почему? Вот вы говорите, мы приняли решение, кто конкретно принял это решение? Принимали решение по ликвидации глава Артемовского в городском. Ну, праведы ведь как-то преподнесли, как преподнесли, так и вот решили. Я не понимаю об этом ликвидации. Ну, наработано, оно идет потоком. Вы не лезете туда, никаких затрат не несете, оно еще вам, в вашу сторону, помогая, там, говорится, это все. И вы начинаете его, не надо нам ликвидировать, губернатор сказал. Я ничего не говорю такого губернатора. Вопрос стоит, значит, вы уже предупредили, да, работников? Нет, еще просто, вы первый раз услышали? Я первый раз слышу, у меня нет такого рассказа. Извините, что мы, может, вас огончили, еще что-то. Целый день здесь в десяти часов сидели, чтобы от нас депутатов услышать такую неприятную новость. Я думаю, что, ну, надо что-то думать, смотреть. Сейчас у МОП «Цветы» надежда только на депутатов. Доходы имеют 6 миллиона там, это все. 6-700. Нет, это общее, я имею в виду, торговля, чисто торговля. Хорошо, какой вид деятельности можно, значит, присвоить данному МОПу, если же, значит, они занимаются только торговлей и сдачей в аренду? Все. Я не знаю, давайте думать. Давайте думать, это все. Смотрите, вы же хотели организацию привезти два МОПа слить? Хотели. С баней, только там это не, до сих пор непонятно. Ну, с сервисом, да. Спорным оказался вопрос и по ситуации с сетью муниципальных аптек. На сегодняшний день данный МОП несет 6 миллионов убытков. А у администрации есть свой план по решению проблемы. У вас сейчас 6 миллионов убытков, да? Да. Вы как видите, из кризиса это? Ну, пока готовим документы для сдачи в аренду. Сдачи в аренду чего? А в зону помещений. Аптек. И как это? Кроме центральной районной аптеки, которая находится на анализе. Будет готова оценка. Значит, оценка это арендные платы. По каждому помещению, по каждому зданию. Значит, в аренду будет сдаваться поселок Краснодарский, это аптечная, там сеть, аптека, да, Сосновый гор, поселок Баланаш, Танцововская, 16, Дальневосточная, 12, Терешковая, 8 и село Покровская, Красный партизан. Значит, все вот эти объекты, они выставляются на торги, на сдачу в аренду условия. Только ход в фармацевтическую деятельность, то есть только зайдут туда аптечные сети. По словам председателя КУМИ Валентины Юсуповой, желающих сегодня взять в аренду аптечной площади уже целая очередь. Будет такое условие, и у них должны быть лицензии на проведение вот этой фармацевтической деятельности. По льготным лекарствам, которые у нас выдаются в поселке Баланаш, также в условиях договора это все будет прописываться. Разговаривали с теми, кто будет заявляться на торги, желающие есть, это Формаленд, Премьер, значит, они уже звонят, узнают, значит, где, на каком сайте. Представленный план действий администрации депутаты поставили под сомнение и предложили свой вариант – погашение убытков. То есть вы за счет аренды погасите сейчас 6 миллионов убытков? За один месяц. Ну, я не говорю. То есть вас не получится. За один год. Если кто-то пойдет в аренду, то на очень маленькие деньги. Открывается снова сеть аптек «Магнит» под магазинами эти. Вот я говорю всегда, рынок пока не занятый, вот это все. Да все заняли уж. Продайте вот это все, дайте ему вот эти все здания, вот эти все, чтобы погасить вот эти убытки. Конечно, если бы мнение депутатов было авторитетным для чиновников, то и проблем в районе было бы намного меньше. Что паниковать-то раньше в рынке? Причем тогда паниковали уже все под банкротство. Валентина Александровна, не надо так говорить-то. Мы приняли такое решение в аренду, ну давайте попробуем этот вариант. Я спросил вас позвонить, кто принял? Кто принял решение? Куми приняло? Глава принял? Кто еще принял? Объясно мы приняли, в том числе и Куми. Коллеги, подойдите. Сидите, защитяйте, сами на себя берете. Да почему защищаю, никого не защищаю? Да что я, что-то вас не знали, под кого эти будут сейчас сдаваться эти в аренду. Ситуация по сети муниципальных аптек весьма интригующая. И как оказалось, администрация делится с депутатами далеко не всеми подробностями. Уже рынок перенасыщен. У нас в поселке Булунаш, если раньше было две аптеки, сейчас их уже, поправляйте Булунаш, четыре аптеки. Плюс одна наша муниципальная. И нам сейчас говорят, что Формален придет, купит, там в аренду возьмет. Да не будет он ничего покупать. Не будет. Говорят о совершенно другом поставщике. Это радуга. Я не знаю, почему здесь не озвучивают это. Это второй вопрос. Третий вопрос. Да не будет никакой аренды в 800 тысяч. Придут если, то безвозмездно, потому что мы им даем социальные нагрузки. Почему нас это сильно интересует? Да потому что у нас на Булунаше, по улице Комсомольской, закрывается 7 апреля, 7 февраля. Вы их предупредили, Светлана Сергеевна, 7 апреля у нас там закрывается. Да почему закрывается? Я говорю о том, что предупредили людей. Я услышал, когда вы еще делали, что можно нельзя, значит будет продлеваться, новые строки будут устанавливаться, увольнение. У нас сейчас остро стоит вопрос в селе Поповском, как выдают льготные лекарства. В Булунаше 2000. Остро стоит вопрос, как, ну я не знаю, вы здесь же в Артемовском живете. Ну вы знаете, как они получаются, вы знаете, каким трудом, вы знаете, что человеку, так скажем, чуть постарше, ему очень трудно выйти из дома. И для него уже от дома отойти на 50 метров, это уже стресс. И вы сейчас начинаете говорить то, что мы знаем, то, что нам избиратели обращаются. Очень трудно сейчас это все получить. И нас Булунаше конкретно волнует. Вот конкретно, что мы будем делать, какие-то предложения. Одни, вторые, третьи, там будут, тут будут, ничего. Оставят, значит, только у нас головную по улице Комсомольской? Нет, ну головное предприятие. И как-то мы там все будем получать. Кто-то чего, придет новый, пускай, ради бога, придет новый арендатор. Но пока он все это сделает, пока он это все, ну это же время все. В ходе комиссии напомнил председатель Думы и годичной давности дебаты по ситуации с МУП ЦРА. В прошлом году в это же самое время, Валентина Александровна, когда мы уточняли бюджет, просили 500 тысяч рублей для того, чтобы наш уважаемый МУП ЦРА встал на ноги для увеличения основного капитала. Мы сейчас по итогам вот этого года, 18, видим минус 6 минут 200. У нас коллега балансовой комиссии. Какие-то вы там кредиты у частных людей брали. Ну это все, Валентина Александровна, почему какие-то кредиты брали-то у частных людей? Кредиты никто никак не брал. Брали займы. А, ну займы у частных лиц брали. А вы знаете понятие крупная сделка, не крупная сделка? Вы разрешение запрашивали, не вы конкретно. Я понимаю, что вы сейчас отвечаете, может, за кого-то другого. Брали разрешение, там миллионы брали. Четыре миллиона, по-моему. У частного лица взяли деньги. Что это такое? Мы рассчитались, не рассчитались. Кто разрешил вообще это делать? Я это расценивал, как преднамеренное банкротство нашего предприятия. А что расценивали с вами? Больше другого не дано, потому что мы видим составляющую финансовую на 1 января 2018 года, и мы видим составляющую на 1 января в отчете 2019 года. Это просто катастрофа. Помимо того, что это несет социальные такие нагрузки, у нас лекарства никто не получает. Мы все ушли в частные аптеки. Со своей стороны, председатель КУМИ отметила, что год назад не 500 тысяч надо было выделять, а 5 миллионов, чтобы аптеки работали. Другой мы говорим о том, что брали деньги у займа участников. Вот все-таки кто брал деньги? Причем я сказала, Кристина Артуровна брала, не брала. Кто брал деньги-то? Все-таки какой директор хороший? Все-таки у нас 8 должно получиться. Уже после горяевых. 4 или 8 должно получиться. Метелки. А где деньги? После метелки. А где деньги? Подождите, ну вот... Брали заемные кредиты, так скажем, деньги, заемные средства у частных средств. Они же должны заработать более деньги на них. За счет... Мы сейчас вам, как учредителю, спрашиваем антинациональности. Что? Как что? Кто разрешил, какие деньги заработали они на наемные... Все они расплатились. Куда, чему, кто? В комитет, значит, за займами никто не обращался, ни письменно, ни устно. Мы это узнали на балансовой комиссии, когда Вера Николаевна вот это все озвучила. После этого мы вышли с проверкой, действительно обнаружили, что были взяты займы. Мы направили акт проверки в прокуратуру. Прокуратура сказала, что все хорошо. Вызывали Веру Николаевну, приглашали, там опрашивали ее. И сказали, если у тех граждан, которые давали ей займы, есть какие-то, значит, претензии, пожалуйста, предъявляйте ей. Народные избранники понимают, что муниципальная сеть аптек развалена. И сейчас их беспокоит главный вопрос. Что будет с гражданами, получающими жизненно важные препараты? По льготным программам. Кто говорит, в аренду задавали, какие вопросы? Решение без нас принято. Ну, я понимаю, что вопрос все-таки с получением льготных категорий мы ответы не услышим. Вы говорите, курьеры, кто-то придет, возьмет в аренду. Люди предупреждены, я знаю, на Булуноше еще где предупреждены. По всей сети. По Кровске предупреждены. По всей сети. По всей территории. Мне лекарства, поверьте, нужно выкупать каждый месяц. Мне их нужно принимать каждый день. Я говорю про больных людей. Таких у нас сотни. Я понимаю. Как вы их имели? Вы имеете в виду, что было наш или город? На весь город, на весь город. На весь город у нас нажатся, через была наша дорога. Нет, вот подождите, мы сейчас говорим про сами лекарства. Я сейчас говорю о ситуации, когда вы в аренду это все сдадите. Их нету, лекарств нету. Сегодня вы ставили название, к примеру, там какое-то сердечное или еще что-то. Приходят, выписывают, приходят в аптеке, что их нет. Вы занимаются закупом, я еще вам обещаю. Я понимаю, куда вы занимаетесь доставкой льготной, обеспечением льготной категории. Занимаетесь, рецепт есть. Приходят, нет. Константин Трофимов назвал ситуацию с МОП-ЦРА очередным экспериментом артемовских чиновников над местным населением. Давайте эксперименты ставим. А мы еще никакие эксперименты не ставим. Мы по ЖКРА ставим, у нас замерзают все кочегары, бастуют. Мы все как-то в стороне, все нормально. МОПы, гробин у нас, все хорошо у нас. Сейчас еще давайте по аптекам ставить эксперименты. Никто никакие эксперименты не ставим. Что будет дальше с муниципальными аптеками, одному богу известно. Но, во всяком случае, со своей стороны администрация уже приняла решение сдать все площади МОП-ЦРА другим аптечным сетям. И если не получится дождаться желающих, то выставить их на продажу. А за население района пусть переживают народные избранники.